Архиепископ Сергей Журавлёв Архиепископ Сергей Журавлёв Архиепископ Сергей Журавлёв Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благостави это богослужение Благостави всех пришедших на это удивительное богослужение Ты собрал нас вместе, как птица птенцов Под своими крыльями Благостави нас сейчас, учи нас, наш дорогой учитель Наш наставник Наш возлюбленный Христос Иисус Ты сегодня посреди нас Большинство из нас собралось именно по имя Твое Пришли мы сюда, во Твой святой покров На это богослужение именно по имя Твое И пусть Господь милость Твоя не оставит нас Говори сегодня в нашей жизни, в нашей судьбе Учи нас Благостави во имя Иисуса Христа Господа нашего Аминь Аминь Слава Богу! Пожалуйста, представьте, с возлюбленными Братья, сестры Всех вас приветствую и благоставляю Именем Иисуса Христа Нашего Господа Бога и Спасителя И ни в ком он нет спасения Только Иисус Христос Друзья мои И я очень рад представить вам Также Сказать вашему вниманию Представить, что Вчера было благослужение Не в этом зале А в малом мраморном Я так понимаю, да? Называют его В мраморном зале И теперь в этом мраморном зале Каждую субботу В 10 утра будет проходить благослужение Украинской Реформаторской Православной Церкви У нас нет своего храма Здесь пока АПЛОДИСМЕНТЫ И пока нет своего храма Будем здесь проводить благослужение И Отец Роман Пожалуйста, поднимитесь И Вера АПЛОДИСМЕНТЫ Священник И Диаконисия нашей Церкви Здесь Прошу любить и жаловаться Спасибо И Поэтому Друзья Молитесь Пожалуйста О Православной нашей общине Новой Церкви Здесь В Харькове И мы будем молиться И благоставлять Общину Здесь в Харькове И вашу церковь Я скажу, что для меня Большая радость Что мы можем собираться вместе Христиане разных Динаминаций Разных Церквей И Слава Богу Что Виталия Петровича В сердце Как у пастора Как у служителя Как у священника Именно действительно Принятие Очень разных Церквей Очень разных Христиан Не похожих Друг на друга Я думаю Это очень хороший пример Для очень многих Служителей И для меня лично И И я скажу, что Сегодня Слава Богу Сегодня Христианам Разных Церквей Есть о чем Вместе Порассуждать Есть о чем Поговорить Есть о чем Помолиться Есть где Потрудиться Но я думаю Самое прекрасное Что мы можем Сделать Христиане Сегодня Это вместе Причаститься Одного Господа Вместе Совершить то Что мы называем Левопреломлением Или Евхаристия Благодарение Это Думаю Намного более важно Даже чем Самые красивые проповеди Намного более важно Чем многие Законные деяния Другие Потому что Это заповедь Нашего Господа И он сказал Что потому Узнают все Что вы мои ученики Да имейте Любовь между собой И скажу Мы можем Много говорить О единстве Берующих Много можем Рассуждать О единстве Христиан Но мы можем Действительно Быть едиными И Наше единство Самое основное Это В Господе Единство И мы можем Не соглашаться По разным доктринам Да Мы не соглашаемся Порой На самом деле По разным доктринам По разным Допустим Традициям Определенным Которые существуют В христианстве За двухтысячелетнюю Нашу историю С вами Очень много На самом деле Наши отцы И деды Принесли много Разных традиций Спорных Божьих Демонических Очень разных Традиций Очень разных преданий Но знаете ли Самое основное Что И Иисус Христос Несмотря ни на что Он и сегодня Тот же самый И Иисус Христос И сегодня Тот же И Он в обеде Тот же Слава Богу И на самом деле Моя мечта Так же Чтобы В этом замечательном Вашем городе В Харькове Чтобы на улицах И площадях Города Миллионного города Харькова Чтобы звучало Прекрасное Слава Иисусу Христу Слава Иисусу Христу Спасителю Господу Это прекрасно Я сам россиянин Я родился в Поволжье Украина моя вторая родина Уже духовная Церковная моя родина Где как реформатор Православная состоялся Но знаете что интересно У меня был такой приятный стресс Когда впервые я приехал в Украину В 97 году И я попал сразу в город Львов И во Львове Меня что очень удивило Люди здоровались Утром Такими словами Говорили Слава Иисусу Христу Слава Иисусу Я удивлялся Я говорил Здрасте Здрасте Я думаю Надо же Я на небесах Или я еще на земле Вообще Ущипните меня За место Здрасте Люди на улице Говорят Слава Иисусу Христу Думаю Не может быть Невероятно Но факт Одна бабушка Меня остановила И говорит Батюшка Можно вас на секундочку Я говорю Да пожалуйста В чем проблема Она говорит Вот вы говорите Здрасте Не говорите так пожалуйста У нас так не принято говорить У нас принято говорить Слава на веке Богу Святому Слава на веке Но только не здрасте Поняли Понял Понял Хорошо Спасибо И я значит Очень полюбил Это красивое приветствие Очень красивое такое Потому что На самом деле Это самое святое Приветствие И очень хочется Чтобы и здесь В Харькове Люди славили Иисуса Христа Чтобы не матерный брать Не проклятие Не что-то еще Но слава Иисусу Христу А потом уже Все вопросы остальные решаем Если мы Слава Иисусу Христу А потом уже решаем Все вопросы То Бог Он благоставляет нас Я в этом глубоко убежден Дорогие друзья Сегодня В этой Евхаристии В этом хлебопреломлении В этом причастии Я думаю Мы соединимся Как христиане Как одна семья Знаете ли Однажды в Рязани Я был на Межконфессиональном Богослужении И там Пелась песня Очень красивая песня О дружбе верующих И так пелась Во Христе Одна семья Ты да я Там и туда-сюда Мы брались за руки Там Все очень красиво Все очень хорошо А потом Мое было слово И по очереди Поступали Разные спикеры были И я сказал Что говорю Вот мы пели Что одна семья Это хорошо Но говорю На протяжении нашей истории С вами Вот Двухтысячелетней Христианской истории Мы были Такой Чаще всего Скандальной семьей Как бы С очень нехорошей Репутацией Знаете, есть разные семьи Вот есть семьи Где все время ругаются Почему-то Значит Но Вроде бы любят друг друга Да, но ругаются Но хочется Чтобы Семья Божья Была не скандальной Семьей Чтобы Семья Божья Была известна Не по скандалам Семья Не по проклятиям Не почему-то еще А по любви Очень хочется Чтобы на самом деле Это было так И Мы просим О милости Бога Сегодня Я знаю Что когда мы ходим Во свете И когда мы имеем Общение друг с другом То кровь Иисуса Христа Она омывает нас От всякого греха Это факт Это правда Мы можем Ходить во свете Но если мы не будем Иметь общение Друг с другом То Не придет в действие Святая кровь Нашего Господа Иисуса Христа Но если мы будем Ходить во свете Будем Стараться Не только Слышать Слово Божье Но и исполнять Его И будем Иметь общение Друг с другом Несмотря на Многие там Фобии На многие Всевозможные Предрассудки Знаете ли То кровь Иисуса Она будет действовать Это проверено Друзья мои Я вот живой Свидетель Этому чуду До 96 Года Я чурал Состоронился Подобных собраний Как традиционный Священник Православный Я нам был научен Как и тысячи моих коллег Был научен Как бы Не общаться С другими конфессиями И в общем-то Я не мог себе представить В то время Будучи Простым сельским Батюшкой Что Я однажды Буду проповедовать Вот в таком собрании Буду говорить Христианам Разных динаминаций Разных конфессий Я не мог себе представить Того раньше И Знаете В моем понимании Таком узком Религиозном Христианство Это была Вот моя Динаминация И За Бортом Вот моей Динаминации Как бы Не существовало Христианство Была Лишь Секта И как бы Подумие И какая Жалкая Христианство Но В 96-м году Я познакомился С разными Христианами О которых Раньше Я не знал Будем так Невзирая Сердце Сердце Человеческое Сердце Человеческое Любящие Бога Это Драгоценное Сердце И Знаете ли Идет Великое Сражение Достоевский Писал Что И Бог И дьявол В сражении А поле Брани Это Сердце Человеческое Идет Война За Сердце Так Дуэлянты Допустим Двое Мужчин И Одна Женщина Но Один Хочет Лишь Погулять С этой Женщиной И бросить А Другого Планы Очень Серьезные У дьявола Лишь У него Тоже Страсть К нам Есть Определенное Желание Амбиции Погулять Этому Миру Дьявольскому Демоническому Тоже Нравится Сердце Человеческое Но Только Лишь Будем Погулять И бросить И уничтожить Убить Украсть Убить И погубить Вот что Бохотливого Врага Возбуждает Сердце Человеческое Но Лишь Чтобы Украсть Убить И погубить Но Что Вдохновляет Нашего Господа Почему Он любит Нас И почему Он Очень Сильно Любит Нас Его Привлекает Наше Сердце Он Любит Нас Он Отдал Даже Сына Своего За нас Иисуса Христа Доказывая Его любовь Не такая Чтобы погулять И бросить Его любовь Навечная Его любовь Постоянная Он Любит И любит По правдушному Не по нарожку По настоящему По правдушному Любит Слава Иисусу Христу Друзья мои И когда мы Говорим Иисусу Да Мы говорим Да Вечной любви Мы говорим Да Вечному Богу Мы говорим Да Вечной жизни И вечный Такой медовый Месяц С Иисусом Христом На небесах Не прекрасно Лето И Однажды Однажды Когда Иисус Христос С учениками Совершил Ту Пасхальную Вечерю Однажды Когда Он Совершил Мы еще Назвали Тайной Вечерей Она была Совершена С учениками Она была Совершена Библия Рассказывает О некоторых Деталях Этого События Уникального События Люди Собрались Вместе Это была Пасхальная Трапеза Она была Совершена Раньше Чем Оно было В традиции Израиля Но В те времена Некоторые Группы Верующих Собирались Таким образом Иисеи Допустим Некоторые Собирались Пораньше Чем из Остального Израиля Совершая Подобные Обряды И Иисус С учениками Совершил Это И Что Он Сделал Собравшись С учениками Они Ели Пасху Они Вспоминали То Чудо Которое Бог Совершил Выведя Свой Народ Из Египта Вспоминали Освобождение Если Мы Откроем Из Ветхого Завета Книгу Исход 6 глава 6 стиха И дальше Там Говорится О пророчестве Которое Как раз Исполнилось В исходе В том Когда Бог Вывел Свой Народ Из Египта И То Что Вспоминается На каждом Пасхальном Севере На каждом Пасхальном Таком Ужине И обеде Что Бог Это Совершил И Совершая Пасхальный Ужин Поднимались Тосты Первый Тост Там Было Мясо Надо Было Целое Животное Съесть За вечер Но Там Было Как Видимо 13 Голодных Мужчин Которые Уговорили Этого Барашка Этот Шашлык За Один Ужин А Что Не доели Нельзя Было Ложить В плотильник Надо Было Все Это Уничтожить На Огне Ничего Оставлять За Собой Вот И Но Там Были Наверняка Не только Иисус И 19 Апостолов Потому Что Вечеря Совершалась В доме Человека А Хозяин Он Обязан Был Почтить Своим Присутствием Плюс Еще Тот Мужчина Который Странный Очень Мужчина В Тогдашнем Понимании Который Нес Воду Который Был Знаком Символом По Которому Иисус Дал Знак Определить Где Будет Эта Тайная Конспиративная Квартира Где Будет Совершаться Эта Пасхальная Вечеря Тайная Вечеря И То есть Уже 15 Получается Человек То есть У них Была Возможность Съесть Это Животное За Один Ужин И Там Было Много Мяса Овощей Был Хлеб Пресный Хлеб Тогдашний Популярный И Мы Мацар И Поднимались Тосты Там Было Вино И Каждый Тост Он Забы Что-то Означал Первый Тост На этом Масхальном Ужине Это Тост За Свободу От Египта За То Что Бог Нас Вел Из Египта В Талмуде Говорится Что Каждый Участник Пасхального Седера Должен Было Есть Его Так Как Будто Он Сам Вышел Из Египта И Неважно Евреи Или Не Евреи Каждый Кто Приобщается Этой Пасхальной Трапезии Должен Был Понимать Он Вышел Из Египта Потому Что Кстати Замечу Что Не Только Евреи Вышли Из Египта Некоторые Представляют Эту Картину Узконациональной Такой Победой На самом деле Множество Неевреев Также Вышло Из Египта Тех Кто Уверовал В Бога Авраама И Исаака И Иоанна Но Были и те Евреи Что Не Уверовали В Бога И Не Поверили Моисею Его Пророку И Их ждала Впоследствии Страшная Судьба Они Остались В Египте И Впоследствии Были Истреблены Фактически Так вот И Первый Тост За свободу От Египта Второй Тост Это За свободу От Образа Мышления Египетского Если Во время Первого Тоста Первый Бокал Вина Поднимая Мы вспоминаем Что мы вышли Из Египта То поднимая Второй Бокал Мы вспоминаем То что Египет Вышел Из нас Что Он Этот Образ Мышления Материалистический Египетский Оккультный Он Вышел Из нас Что мы Свободны От Образа Мышления Египтян Дальше Время Третьего Тоста Приходит Третий Тост Третий Бокал Вина Он Собой Означает Чудеса И знамения Бога Которые Бог совершил Во время Великого Исхода Обычно В это Время За Пасхальным За Трапезой Пасхальной Участники Этого Ужина Вспоминают Чудеса и знамения Божьи Допустим То что Были казни Египетские То что Море Раступилось Перед ними То что В пустыне Бог Кормил нас И боил И заботился Всячески Слава Богу В практике Современной Допустим Мы Совершая Пасхальный Седор Мы часто Участвуем В этом Все Мы вспоминаем То что Бог совершил Во время Нашего Личного Исхода Какие Чудеса и знамения Совершил в наших судьбах В нашей жизни Совершая Исход Из царства тьмы В царство света В царство Господа Иисуса Христа И Потом Начинается Опять Мясо Хлеб Все Едим Овощи Горькие травы Соленая вода Возвращающая Слезы Наших отцов Пролитые там В Египте В рабстве В этом Так вот Потом Что происходит Четвертый тост Четвертый тост Это тост Бога Установления Четвертый тост Иисус тоже Совершал С учениками Четвертый тост Означал Собой Удивительную Тайну Что мы Вчера Быв рабами Фараона Выйдя из Рабства Египетского Пришли к Богу И стали Рабами Бога Настоящая Свобода Это Рабство Бога Удивительно Свобода И рабство Как это связано Рабство Фараона Это рабство Рабство Бога Это свобода Если бы Бог Вывел нас Из Египта И сказал бы А теперь Гуляйте Где хотите Живите Как хотите Сами Это было бы Очередным рабством Но настоящая Свобода В Боге И И это четвертый тост Бога Установления Это даже уже Не совсем Пасха Это уже скорее Шевод Это скорее Пятидесятница Когда Там у горы Бог дал заповеди нам Слава Богу Друзья мои И пятый тост Он не совершается В традиционной Синагоге До сих пор В традиционном Иудаизме Пятый тост Не поднимается Пятый бокал Наливается Но он так и Остается нетронутым Потому что Этот бокал Считается бокалом Мессии Бокалом Христа Бокалом Мессианского Царства Сегодня Рабины объясняют Это бокалом Называют бокалом Ильи Что однажды Якобы Илья придет И поднимет Пятый бокал И царство Мессии Провозносит Царство Машир И этот бокал Никто не пил Никто не пил Никогда До Иисуса Христа Никто Никогда Со времен Моисеевых До Иисуса До Ишуа Не поднимал Этот бокал Он оставался На столе Знаком Будущего Царства Будущего Мессианского Царства Нового Завета Нового Договора Божьего Договора С народом Израиля И со всеми Боящимися Так вот И что интересно Когда Иисус Совершил это После вечера Когда уже все было съедено Все мясо было съедено Хлеб Все съедено Было выпито Не оставалось ничего Кроме этого Последнего бокала И кусочка Мацы Отломанной В начале Еще пасхального Центра Отломленной От второй От среднего листа Этот кусочек Мацы Кусочек хлеба Оставленный До конца Седора Называется Афикаманом Тот кто пришел Можно так назвать его Тот кто придет Или тот кто пришел Удивительно Да И после вечера Когда уже все было съедено Выпито И пора уже Как говорится И честь знать Пора уже И по домам разойтись Вдруг Иисус Совершил что-то Он сказал Постойте У меня есть для вас Новость После вечера Он вдруг Поднял бокал И сказал Это есть чаша Новый Завет В моей Крови Которая Проливается за вас Удивительно Они пили эту чашу Я не знаю Что творилось В их мозгах В их сердцах Я думаю Это была революция Они понимали Эти люди Сто процентов Понимали Что они присутствуют При событии Планетарного масштаба Вселенского масштаба В этом простом Зале В этой простой комнате Обычный Пасхальный еврейский Центр Казалось бы Но необычное Действие Совершалось Впервые В истории Израиля Пил из чаша Которую никто Никогда не пил Никто никогда Не благословлял И когда Иешуа Когда Иисус Поднял этот бокал И сказал Баруха Адонай Лагей Мэд Аллах Благословен Господь 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 Вселенной Думаю Это была революция И он сказал Это моя кровь Нового завета И он взял Кусочек мацы Последнее Что осталось Из хлебов Все было съедено уже А что не съедено Потому что Должно было броситься В огонь Так вот И он сказал Это есть Моя плоть Мое тело Кстати Большинство традиционных равинов До сих пор считают Что вот этот афикамак Отломленный в начале Пасхального седера От второй мацы Он означает собой Исаака Символизирует Жертву Исаака Есть такое мнение Хотя не у всех равинов Но у большинства Такое мнение До сих пор существует И оно пропагандируется В Ишивах Об этом говорят постоянно Но на самом деле Это неправда Но это частичная Полуправда Вся правда в том Что это тело нашего Господа И Ишива Это тело нашего Господа И Иисуса Христа Который действительно Был преломляем Который действительно Был убит Который не просто Прообразом Не просто как бы А был убит На самом деле Был похоронен И был воскрешен Слава Иисусу Христу Христос воскрес И вера наша И вера наша Мечетна Не напрасна Потому что Господь Он жив И Он сейчас Среди нас И Он сейчас Благоставляет нас Проходя по рядам Благоставляя нас Находясь Среди нас Сейчас И в этом Таинстве Совершаемом Нами сегодня Друзья Он присутствует Здесь И причащаясь Телой крови Его Мы говорим Что за нас Была пролита Его кровь И мы часть Нового Завета Нового договора Бога И человека Удивительный договор В крови Мессии В крови Иисуса Христа В Божьей Святой крови И эта кровь Помывает нас От всякого греха Друзья Веря Что Иисус Умер за нас И воскрес Для нашего оправдания Лично за тебя И за меня За каждого из нас В отдельности И за всех Сразу Но спасает Вера Когда ты понимаешь Что лично за тебя Эта кровь пролита Еврей ты Или русский Или украинец Кем бы то ни был По национальности Призови имя Господа Иисуса Христа Сегодня Поверь в кровь Святую Которая омывает тебя От всякого греха Которая омывает тебя И омывает тебя Слава Иисусу И эта кровь Она сближает нас Удивительно Эта кровь Роднит нас Даже больше Ближе Чем кровь Родства По плоти Ты можешь Общаться с людьми Твоей национальности Ты можешь Общаться с людьми Твоей семьи Твоего круга Твоего бизнеса Но не будет Никогда Такого родства Не будет Такого близости Как общаясь С человеком Где На самом деле Верующего Так же Как и ты Верующего Общаясь С человеком Верующим С человеком Который любит Господа Иисуса Христа Потому что Кто не любит Господа Иисуса Христа Тому анафема Друзья мои Человек Не влюбившийся В Иисуса Христа Не ответивший Ему Своей любовью На его бескорыстную Любовь Он находится В чем Он проклятен Хотя Того даже Не подозревает И не знает Как правило Но друзья мои Вам обращаюсь Сейчас К вышедшим Из царства тьмы К вам обращаюсь Сейчас Вышедшим Из Египта К вам обращаюсь Сейчас К тем Кто верит Божественную кровь Иисуса Христа Придите к чаше Сегодня Провозносите кровь Иисуса Христа Омывающую вас От греха И провозносим Мы это И преднебесами Сегодня Что мы Одна семья На самом деле Не просто По нашим Декларациям Религиозным По факту Мы Семья Бога А второе Что мы Заявляем Это не только Небо Мы заявляем Это всей земле Чтобы люди Видя это все Уверовали И прославили Бога И мы заявляем Это преисподне Почему Чтобы дьявол Видел Что армия Иисуса Христа Это не Лебедь Рак и щука А что это Действительно Полки Со знаменами И знамя Одно Самое высшее Знамя Этой армии Любовь Спасибо тебе Господь Царь наш Владыка наш Бог наш Я благодарю Тебя За силу Воскресения Твоего Благодарю Тебя За победу Твою Благодарю Тебя За собрание Это великое За всех Присутствующих Сегодня здесь Братьев И сестер Моих Омытых Кровью Божественной Христа Моих Благодарю Тебя За победу В судьбах Большинства Здесь присутствующих Господь Благодарю Тебя За победу Которая Сегодня Прозойдет Покаяние Людей Благодарю Тебя Господь Святой За Твое Здесь Присутствие Благослови Нас Господь В этом Хлебопреломлении В этой Евхаристии В этом Благодарении И я благословляю Моих Братьев Сестер Святыми Словами Твоими Которые Дедал Однажды Моисею Чтобы Тот Передал Аарону И его Сыновьям И чтобы Этим Благословением Благословлять Благослов Израиля Господь Святой И даже Если В нашем Собрании Не так Много Евреев По крови По матери Или По отцу Но Бог О Боже По нашей Общей вере Мы Наследники Великих Благословения Твоих Ты Наш Отец А мы Дети Твои Благослови Нас Я пою Это Благословение На моих Братьев Сестер Сейчас И прошу Тебя Обрати Своё лицо На них И Благослови И благослови В этом Городе Великом Всех Любящих Тебя И тебя Боящихся Верующих Разных Динаминаций Разных Конфессий Разных Но любящих Тебя Господь Спорящих Орвых О разных Динаминационных Этих Верегородных Но Господь Горящих Любовью Тебе Благослови Сегодня Благословляющих Тебя Божих Благослови Любящих Тебя И тебя Боящихся В этом Городе И дай Господь Нам Действительно Быть Едиными В Тебе Ходить Во свете И Чтоб Открою Твоя Обвала Затя Кого Благослови Светлой И Аминь Я Поймите Погас Тебе На Еврейском Изюхе И На Русском Изюхе Я Городонай Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призвит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь, лицо Своим на Тебя, и даст Тебе мир. Аминь. 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 Аплодисменты великому Богу. Аплодисменты великому Богу.